ребята всем привет с вами вика и я начинаю свой новый влог а я живу 19 лет в германии приехала с работы заехала в русский магазин купила укропчик в общем заказала легка сегодня пораньше пришел со школы у них хит-сифрай из-за жары их отпустили пораньше и он обещал сварить мне суп почему-то последнее время мне ничего кроме супа не хочется даже не суп а просто бульон куриный с укропом все больше ничего не хочу кушать вот еще и купила сейчас вам покажу целое ведро соленых помидор малосольных причем заплатила за них 9 99 я не знаю это дорого или нет я сейчас вам покажу нас недавно кто-то угощал и я помню что мы с леоном чуть ли не подрались за последнюю акуриент я говорю слушай я если встречу такие я куплю но я не знаю были ли это домашние вообще не помню кто это угощал но они были такие вкусные вот сейчас я купила 3 килограмма помидор пучок укропа ведро по ведро огурцов и заплатил 15 евро сейчас покажу вам а еще соль купила вот еще мой фертрак наконец-то мы подписали я все-таки все равно не очень довольна еще буду разговаривать самим шефом мне кажется меня все-таки обвели вокруг пальца и хорошо обвели вокруг пальца но будет еще встреча я еще самым верхним не разговаривала уж уж не знаю навряд ли что-то изменится но осадочек остался устала смертельно ребятки сегодня вот я вам записывала влог сразу хочу сказать солнышки мои кому я не ответила но простите мне пожалуйста не обижайтесь мне правда сейчас такой запал и дома и на работе в мозгах у меня писем официальных для ответов вот такая пачка лишь я все никак не могу настроиться собраться сесть заполнить документы кстати развод я вам говорила да развод нет я вам не говорила должен был быть позавчера нет вчера 10 числа его взяли перенесли на 14 августа я вам это рассказывала просто я это видео не выпустила да ребята настал тот день печальный не знаю я об этом никогда не думала что будет сам развод и когда я открыла письмо я разревелась думаю как так почему я не хочу не буду не пойду это так стрёмно ребята не знаю кто из вас разводился почему-то для меня этот день не знаю день траура какого-то ну как одна сторона пойдет и счастливая так сделать есть наконец-то вторая редко да когда двое радуется разводу чаще всего один радуется один печалится вот но я не по самому мужчине печалюсь а по семье по прошлому по лёвкиному детству наверное вот по семье скорее всего вот помощь не уже нет на мужчину больше наверное анчин на мужчине это все пошла я короче в эти супчик кушать потом поболтаем с вами так вот же смотрите ведро малосольных огурцов они такие красивенькие такие зелененькие 999 видимо домашний посол не этикетки тебе не срока годности что ж такое то ну вот такое оно большое не знаю 5 литров наверное сколько здесь огромное ведро и помидорчиков столько же ой сейчас лёвка обрадуется у меня вообще огуречная душа он огурцы как семечки только дай я тебе что-то купила хочу на твою реакцию смотреть смотреть смотри в камеру смотри твоя радость помнишь мы с тобой за последний огурец дрались теперь у нас есть целое ведро я знаю где они продаются а вот это ребята мой бульончик так сегодня мы занимаемся русским языком изучением есть разница между бульончик блинчик ты быстро прочитал а я думаю чудо мне еще блинчики послаждают нифига ребенок бульончик сварил блинчиков нажарил ребята прикол я иду домой у меня полный рот слюней я купила еще укроп думаю сейчас поем бульончик короче буду есть блинчик спасибо леон спустя 10 минут пол ведра нет мы съели вкусно очень вкусно ребята всем советую такие огурчики знаю что многие из вас сами маринуют делает ну мне некогда вот чуть-чуть постарше буду побольше времени быть я буду сама мариновать огурчики да вкусно самое главное все мы поели или еще будешь кошмар посмотрите какая у нас жара стоит летом будто осень как будто сентябрь на улице листва уже какая пожухлая никого не было началась мы только камеру возьмешь и все сразу налетает наезжает то ну естественно никто не поливать здесь нет никакого полива потому что очень часто идут дожди но это лето исключение очень жарко дожди редкое явление я по даче сужу часто приходится поливать посмеялись сейчас леончиком бульончик блинчики бульончик одно и то же да вот и тут я вдруг понимаю что телефон у меня молчит я же этот биг босс и мне постоянно звонят вот я постоянно на телефоне то есть вечером не проходит в звонках или до обеда вот а тут телефон молчит я понимаю что я его машине забыла в общем у меня два часа тишины было я прилегла немножко отдохнула теперь встала и думаю блин надо идти забирать телефон у меня пару дел еще по работе которые я забыла сделать надо проконтролировать да не мой любимый мусор нам нужно мультона выставлять вот так вот я каждый раз это забываю сделать этот трэш ну и вот сейчас мне надо позвонить напомнить моей коллеги чтобы она посмотрела просто да точно телефон здесь раз уж я вышла на улицу думаю съезжу на дачу посмотрю что там вот поливать я вчера кажется поливала ну и вы же просили показать дачу сейчас я покажу дачу если там соседи не будет но помидоры в любом случае покажу вот и вторая идея купальничек середина лета я один раз купалась месяц назад это что такое вообще сейчас если я настрою съезжу на озерах да на ту самое самое грязное которое у нас в городе есть мне кажется я зайду в воду и пар пойдет второй раз за этот сезон хоть искупаться пока едем с вами на дачу сейчас телефон проверю 101 телефонный звонок будет выгляжу ужасно во мне просится ванна все на 2 ребята устала жутко не знаю если бы не телефон я бы сегодня никуда не пошла я бы спокойно легла спать наверное в ночь ушла бы так сейчас на дачу едем мой ребята лучше бы я не пошла за телефоном легла спать 33 телефонных анруха и короче завтра короче я вообще злая ребята ужасно не знаю как себя вести даже что делать что-то надо думать в общем завтра мне нужно будет в 7 утра открыть все из заведения потом уехать и потом к половине четвертому приехать и работать до пол первого ночи это нормально вообще нет вообще не нормально ни один раз блин я газонокосилку прошлый раз забыла хорошо что заехал ухты крыжопничек крыжопничек боже мой какая прелесть он уже созрел ребятам сладкий уже прикольно я буду тут витя подсобирал в общем вот я прошлый раз эту грядку оформила и розы вам сейчас показала ну и здесь знаете тропу тропу здоровья сделала наконец-то здесь пройти нереально было о калинка малинка малина высохла так я не насобирала смотрите как жалко ужас позорище столько за ней ухаживать и и пропустить урожай пойдемте по помидору там интересно ну что две недели вы не видели мои теплицы я так думаю здесь конечно результат радует не так как я хотела но мы еще подождем время еще есть вот некоторые помидоры конечно прям уже удивляют смотрите какой огромный экспонат здесь это вот сам самый крупный который здесь есть такой огромный помидорчик от сорта конечно зависит я думаю вот это бычье сердце тоже их достаточно но зеленых очень много вот какие вот грозди прямо висят не такие как у лены конечно которые видела в прошлом году но но результат радует вот тоже висит грозди 22 по 3 помидорий там вот тоже висит смотрите три помидорчика вот этот куст вообще богатый вот их удобрила здесь вот черри чуть побольше чем черри тоже красивая кисточка висит вот еще одна еще одна еще одна в общем прикольненько здесь вот тоже ну не знаю мне кажется как-то все равно могли бы быть и получше поливая их часто достаточно вот вот здесь вот смотрите тоже какая красота ляпота ой здесь прямо все и на знаете помидорчиками так наверно не видно сейчас земля земля влажная завтра можно будет полить приехать вот некоторые кусты кстати так почему-то и не пошли вот далее а вы совсем маленько какой-то он слабенький я думаю здесь солнце ему мало но в этой теплице результат радует а вот в той теплице результат не радует я поняла почему ребята потому что я здесь была как-то рано утром и можно сказать до вечера это вот уличные которые посадили уже вот совсем недавно набирают цвет даже ой здесь вообще смотрите прям цветет здесь какой пушистый стал может быть даже что-то и будет с этих помидоров вот короче здесь вот это дерево оно видимо выросло и у этой теплицы до обеда или на эту теплицу не падает свет абсолютно она стоит в полной темноте вот из-за этого дерева из-за этого из-за этого здесь вот получается солнце приходит вот здесь вот не знаю наверное часам к двум а то теплица освещается в той теплице много солнца в это меньше сейчас я вам покажу эти помидоры я их и высаживала попозже но все равно какие-то они и ой а может быть и не хиленькие может быть они уже выросли и не заметила то вот цветы мои которые садила цини смотрите как все вытянулось вот эти мне уже до колена я прям жду когда жду когда эти цветочки появятся завтра обещаю дождь не знаю не буду сейчас наверное поливать расстроилась что завтра рано вставать значит сейчас надо рано ложиться блин как мне все это надоело вот цветы будут цветы шикардосные прям обалденные еще недельки три наверное и начнут они цвести там уже серединочка завязывается цветочек прям лепота давайте помидоры помидоры ой ничего себе выросли как с меня ростом так это у меня черри я жаловалась что черри не будут не будет но нет смотрите кисточки есть вот вот все появилось все выросло вот пожалуйста вот но здесь есть пару кустов которые вообще ничего не дали допустим вот этот здесь ему вообще нет солнца на нем нет ни одного нет вот есть цветочек цветочек появился все что здесь есть вот здесь тоже есть помидоры но они вообще смотрите ой ну давай показывать лежит спрятался они вообще мелкие ребятки вот они что вот какие-то вот этот ой без палки стоит упал короче здесь вообще как-то все грустно печально выглядит вот но будут небольшие может быть и хорошо в баночку вот тоже черри кисточка вот этим вот побольше солнышка они сами кусты маленькие получились а помидорки такие достаточно крупные но нам с леоном хватит да поэтому а я здесь смотрите какой-то сорт интересный это наверное мужское достоинство я все-таки посадила ребята я вижу мужское достоинство лена смотри у меня есть вот я понимаю вы понимаете мужское достоинство как в нет а так что потому что я когда подписала потом я все банки по переставила у меня затерялся этот сорт хотя и было всего 4 я же поднавал а много так что вот девчонки кому мужское достоинство достоинство там досталось пишите вас у меня выросло вот пожалуйста мужское достоинство но ни с чем не перепутать скажите же вот некоторые говорю кусты вообще ничего не дали вот стоит ну что это вообще вообще не зря сажала только ну и какие-то они тут вот хиленькие виленькие по три листочка не знаю не знаю вот эти конечно высокие может быть они еще дадут потому что черри у меня обычно на как бы они до октября ой батюшки стоят паук так что вот ребятки мои результаты пойдет слишком жарко поливая часто но слишком жарко поэтому я думаю они да не знаю почему да уже и пофиг вот сколько будет столько будет нам самое главное хватит покушать даже угостить кого-то хватит вот здесь борделяй борделяй ну тоже вот сын а здесь кстати цини лучше идут смотрите земля лучше наверное ой что такое дикусик что такое возмущается ходит эти тоже вот так вот эти никто не поливал надо их сейчас спалить сейчас издалека покажу их гладиолосу тоже должны быть астры прям астры вообще какие-то бедненькие плохо выглядят а гладиолосы наверное будут нет я все-таки сейчас полью вот видите какая стена у меня красивая должна быть но еще не цветут не знаю зелени много от цветочков нет я думала не пораньше появится вот ребятки показала вам дачку сейчас полью и не знаю может на озеро съезжу нет мне еще позвонить надо ой не знаю и вроде как и спать уже пора ложиться если завтра 6 то вставать уже так пол девятого из последних сил раз уж я отдела купальник что же я теперь не пойду и не искупаюсь конечно пойду там столько машин стоит на парковке сейчас посмотрим может на озере меньше народу хотя знаете даже передвигаясь с трудом иду медленно-медленно чем я уже говорил да я вчера смена отработала 4 часа поспала еще одну смену отработала знаете в чем проблема моя жизнь проходит у меня чувство вины перед самой собой что моя жизнь она просто проходит мимо я не живу своей жизнью я вам жалую лето а я даже его еще не почувствовала не прочувствовала не прикоснулась к лету так скажем оно то проходит поэтому из последних сил я дело купальник иду задыхаясь там столько людей обалдеть наверно уже никто не купается даже ребята если я просто помочу ножки я закрою гештальт на сегодня пойду спать блин а так красиво а пахнет как уже знаете такая прохлада идет от деревьев от земли потому что у нас сегодня весь день 37 градусов стояла загибая 36 большая разница 36 37 ладно все вам покажу озеро как купаться буду не покажу красота милота так я значит немножко в сомнениях в море нельзя купаться после 6 потому что может приплыть акулы откусить руку а в озере интересно можно купаться после 9 вечера что произойдет так варианты большой огромный сом утащит под воду хотя какой-то должен быть сом чтобы меня утащить под воду хорошо этот вариант отметаем так рак укусит засраку ну ладно за палец большой ноги а там что человек был нырнул или там рыба такая большая а камушки кидают ладно простительно в общем ребята посидел подумал и решила что самое страшное что может произойти пожалуй это мне искусает комары в очередной раз но это же не страшно она стоит того да как вам водичка я воду потому что люди еще купаются про там столько молодежи парки всякие пофиг все я раздеваюсь и в воду сейчас реально пар пойдет ребята вода как парное молоко так хорошо такой кайф не зря приехал мне так хорошо так и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok